я настроен очень серьезно ну я тоже постараюсь килофнуть и я могу это сделать мы с ним будем батлить жестко танцами я начал заниматься как-то неосознанно это было в начале школе еще мне просто нравилось танцевать я смотрел видеоклипы там по телевизору и повторял их движение но потом я начал танцевать тиктоник все такие дела модные и в классе девятом я участвовал территории танца это был такой проект школьный в кустанае среди танцевальных команд и мы там участвовали и мой друг как-то сказал типа вот есть такой стиль крамп такой жесткий крутой мне нравится я такой тип что это такое я кроме хип-хопа тогда ничего не знал решил вбить в интернете и как все люди нашел что такое крамп по видео там все такое на следующий день я пошел на батлы там были батлы среди девчонок я пришел и там были знакомые танцовщицы которые занимались в студии танцевальный я такой йоу у вас есть крамп кто-нибудь преподает у вас крамп она такая да есть миша и познакомила меня с ним и получается потом через некоторое время я пришел к нему на тренировку был единственным учеником я ходил на курс английского языка там одна девочка она занималась танцами то есть хореографии так далее и она показывала свои видео на тот момент я думал офигеть это так круто она предложила сказала типа не хочешь заниматься танцами я говорю ну прикольно а до этого я вообще об этом не задумывался и она мне предложила пойти на пробное занятие в студию freeway тогда был преподавателем муслим я пришел записался на пробное занятие пришел прошло первое занятие мне очень сильно понравилось я записался я начал ходить потом как раз познакомился с этой батл культуры первый раз увидел что такое батл и собственно все так завертелось я встретил своих друзей новые знакомства и так далее и в общем затянулся в эту культуру потом я попал в команду middlefam кассе ну вообще я начал вот с хип-хопа танцевать получать я попал к оси к медлам вот танцевал хип-хоп тренил его а так получилось то что я также параллельно еще начал заниматься хаосом я записался капитал она там нам давала афро-хаус и давал еще дэнс-хольные степы я тогда как раз вот когда начал ходить я думаю блин так круто еще и дэнс-холл и так далее вот через некоторое время после того как я начал ходить капитал был какой-то дэнс-хольный батл не помню а это кажется атмосфера была как раз тогда судила джульяго и там была номинация dancehall beginners я решил пойти поучаствовать и ну я думаю подумал 20 степов знаю что там вариации так далее вытащу и в итоге получилось так то что я дошел до финала я вообще не ожидал от тебя потом все начали подходить и говорить то что вот мне идет dancehall и так далее ну я тогда особо внимание не обратил потому что думаю это просто так по фану было но потом объявили на из детства что будет номинация dancehall проф они dancehall open была номинация до решили добавить и я подумал вау это шанс я могу поучаствовать еще и в этой номинации я в итоге сам начал учить степ на сайте гангали я вот выучил на тот момент же где-то знал 100 степов и вот у арин еще спрашивал как раз начался и здесь хип-хоп мы участвую то есть хип-хоп один один мы участвовали в шоу я еще участвует с маши 2 на 2 house и то есть я не прошел хип-хоп 11 2 на 2 house просто не прошел отбор я думал что за фигня короче в итоге я сказал себе тогда я должен пройти отбор в dancehall и и если я не проведу отбор в dancehall я думаю я вообще все брошу но так получится что я прошел отбор еще и получил тайбрек в первом кругу я подумал ну это результат потом через два-три месяца я записался карине и все завертелось закрутилась вот я сейчас здесь а выбрал крамп потому что во первых мне понравилась их музыка она такая необычная заряжает энергией сама энергетика танца и атмосфера вокруг это очень вдохновляет и заряжает у меня так получилось просто я даже не задумался о том то что я бросил хип-хоп я просто в один момент спустя год когда я танцевал dancehall я задумался и осознал то что я оказывается больше не хип-хоп танцор и такой вау и у меня вот такое было осознание ну у меня просто я dancehall меня просто взял и поглотил вот можно сказать просто перестал танцевать и house и хип-хоп я позиционирую себя больше приближенную приближенный к профессиональному танцору потому что как сика какая-то техника есть знание есть опыт есть и и думаю на основании вот таких критериев я могу предположить то что я вот могу сказать что я профессиональный танцор я считаю что уровень моего крампа неплохой но и не крутой типа прям йоу хороший уровень в первую очередь мне нравится то что моя уверенность то что как я на батле выхожу и вот второе на второе это музыкальность моя музыкальность скорее скорее всего это мой конек наверное музыкальность и уверенность это это по идее по сути типа хорошая комбинация это как знаете вот в игре тебе дополнительные скиллы дают музыкальность и и твоя уверенность дает тебе больше преимуществ нежели чем у тебя будет техника но без музыкальности музыкальность плюс музыкальность плюс энергетика дает больше шансов выиграть нежели чем к примеру техника и плюс там не знаю энергетика или там техника и плюс просто там типа свой танец флоу такой стиль все такое клево ну вот я думаю типа по уровню вот энергетика и музыкант себя вытаскивать танцора на баттлах но я я так считаю мне нравится ощущение во время того как я танцую не я всегда пытаюсь пропустить через себя музыку покайфовать чисто покайфовать типа я всегда пытаюсь расслабиться чуть-чуть покачать возможно раскачать толпу и мне все это нравится мы оба можем дать энергетику то что во первых и у меня ну я я сам танцую энергично и типа badman сам по себе такой зрелищный тоже и он очень зрелищно принципе может дать энергетику ну здесь вот касательно энергетики мы оба вот на одном уровне я думаю я мало конечно батлов ну и его видел как он батлит ну с музыкальностью наверное все в порядке но просто если сравнить да в эту категорию музыкальность у нас двоих у меня мне кажется она выше стоит ну sorry конечно если там типа могу обидеть и так далее но типа музыкальность чуть выше ну я не говорю то что ответ вообще не музыкальный и так далее типа сбить не попадает но именно это я не могу это объяснить ну в плане там чего мелкие какие-то звуки типа ты мне кажется у нас очень схожие сильные стороны это музыкальность он очень музыкальный знает почти все треки он очень харизматичный в батле задает бешеную энергетику как и я когда я хочу забатлить с кем-то серьезно я слишком много волнуюсь у меня появляется какая-то суетливость а когда я пытаюсь расслабиться я сразу включаю свой характер револкера то есть я такой типа начинаю как-то обсмеивать человека и мне это помогает действительно расслабиться и поэтому я думаю то что он батлит на серьезке это дает ему преимущество и то что я батлю не на серьезке тоже дает мне какой-то плюс а я думаю у атлета во время батл он больше как бы уйдет как бы в перформанс вот и он как будто больше будет направлен как бы не то что в себя а то что будет очень сильно именно думать типа а танцы вот эти панинина противника моя цель не выиграть моя цель получить максимум удовольствие от батла от самого танца и да возможно я что-то хочу рассказать своим танцам я думаю да рассказать историю и выиграть об истории наверное узнаете попозже и надеюсь я смогу донести это все ну там без особых как закорючек без такого глубокого смысла потайного и так далее ну я просто хочу в первую очередь показать свой танец и уже как бы во вторую очередь как-то донести какой-то смысл ну и выиграть конечно мне кажется кенж будет делать не только dancehall почему-то может только dancehall я не знаю просто есть такое ощущение а я думаю атлет может выиграть меня тем то что он он может больше выдать энергетики может больше зажечь толпу то есть если 2 хайпи то будут то я думаю вполне возможно то что он выиграет то есть это просто если у него будет бешеная энергетика то он сможет выиграть честно с кенджи мне не так близко знаком надеюсь что он подготовиться хорошо что его раунды будут интересными со смыслом возможно это будет круто но я уже видел описание про то что он покупает носки чтобы фишки замутить ну я видел пару фишек но это просто кажется с кепками у него были фишки ну а с носками фишек я к сожалению не видел но я надеюсь увижу во время баттла с носками а вообще хочу очень много нового попробовать и в своем танце и в материале я думаю если я выйду со своим крампом со своим материалом это будет не так интересно я буду готовить что-то нечто я буду удивлять вот если из противник выходит 1 и пример он килоф ну то самое главное здесь не не опустит не опустите энергетику так ниже надо просто хотя бы дать в ответ ту энергетику которую дал соперник ну я тоже постараюсь килофнуть и я могу это сделать на батл со мной он подготовится очень серьезно как и я потому что я уже готовлюсь вовсю я готовлю на него фишки я готовлю на него связки и я думаю схватка будет действительно очень грязный и жестокой ну ждите от меня энергетику ждите шоу я надеюсь что что я смогу зажечь толпу так что просто приходите на крамп сайт просто любуйтесь этими перформансами адлет желаю тебе чтобы ты килофнул чтобы наш бат наш батл вообще был клёвым один из клёвых и желаю чтобы энергетика была это вот так чтобы все вот так куда кричали сопернику я могу пожелать только удачи потому что я думаю мы вместе делаем это шоу мы как бы против друг друга но мы вместе делаем одно дело желая ему не тупить не волноваться прокайфовать действительно от всего происходящего от процесса подготовки от шоу от батла gratitude is a must dancehall cramp love